На этом стенде только частка этих 100 патентов о находнице, которые гомельские ученые отримали за минулый год. А прочее того, на их рахунку около 200 монографий и больше 3000 артикулов в белорусских и замежных выданиях. Сегодня науково-доследствия деятельностью на Гомельщине занимаются как специализированные институты, так и вошедшие научные установы. У ГТШ-спец можно додать так само лаборатории, которые работают на широком предприятиях. В Агунном Активе сотни доследований, выполненных в рамках державных, союзных и международных программ в дымляху Евросоюза. География науковых контактов около 30 краин света. При этом большая работа имеет прикладный характер и уже используется на практике. У нас вся наука в ВУЗе построена для практического здравоохранения. И заказ мы получаем не столько для научной, а столько для практической цели. Это у нас такие разработки идут, которые носят широкое применение в кардиологии, в кардиохирургии. Работа с искусственными сосудами, со стволовыми клетками. Работа в области травматологии. Разом с этим науковцы не утоивают. Эффект от их деятельности мог бы быть больше значным. Але для этого необходимо выражать некоторые пытания на державном узровне. По-первых, створение структуры, які займались укранением распроцовок у вытворчись. Створать при каждом институте маркетинговой службы затратно и неэффективно. Уреште тут потребные профессионалы, які ведут кому и как продать идею за максимальным прибытком. Еще одна тема – створение фондов у тем лику приватных для финансования науковых распроцовок. Научно-технологические парки очень важны. У нас в Гомеле такой создан, наверное, один из лучших в Беларуси. Но таких парков должно быть много. Понимаете? Поэтому тут тоже нужно какую-то законодательную базу прописать, чтобы они создавались не только за счет бюджета, но и за счет небюджетных источников. Ну а ученые свое дело знают. Мы слышали те установки, которые глава государства сказал на вручении дипломов, докторов, аттестатов, профессоров. Мы их воспринимаем как руководство к действию. Как кульминация урочистого схода, вручение узнагарод новоковцам, які достигнули значных выників, гоноровые грамоты областного и городского виконавших комитетов и советов депутатов Республиканского фонда фундаментальных доследований, в вышедшей аттестационной комиссии Национальной академии наук Гомельская область здоляла не только заховать свой интеллектуальный потенциал, але и на практице накеровала его на повышение добровыту нации. Олег Сентюров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин